Путешествия по стране фараонов в год двухсотлетия. Старейшей в России коллекции древнеегипетских ценностей. В Воронеже стартует фестиваль, посвященный уникальной цивилизации древнего мира. Обновленная экспозиция в музее Крамского стала доступна широкой публике благодаря совместной работе воронежских и московских ученых. О работе над выставкой и о первых впечатлениях от экспозиции в нашем сюжете. Новая жизнь коллекции путешественника и собирателя древности Отто фон Рихтера началась в феврале 2015-го, когда из запасников музея имени Крамского извлекли редкие и ценные экспонаты. Сейчас за стеклами витрин 70 предметов древнеегипетского искусства. И самый ценный из них – саркофаг царского песца и архитектора, почти не тронутый временем. Саркофаг мы открывали с 1907 года. Нам удалось в процессе подготовки экспозиции открыть его. Он невероятно красиво расписан внутри. В нем темно-бордовый с синим фон. Там регистры неба иного мира, духи, хранители. Все те, кто, по мнению древних египтян, должен был даровать вечную жизнь душе усопшего. Сейчас мы надеемся получить государственную поддержку на реставрацию этого саркофага. Тогда, будем надеяться, года через два-три мы сможем показать воронежцам его и изнутри. Старейшей египетской коллекции в России в этом году две сотни лет. В честь юбилея сотрудники музея имени Крамского решили обновить экспозицию и столкнулись с неожиданной трудностью. Грант на проект «Египет великих фараонов» получить не удалось. Но необходимую сумму все же нашли при помощи неравнодушных людей со всей России и поддержке благотворительного фонда. Проект оказался достаточно дорогим. И если говорить об экспозиционной части и о просветительской части, то это что-то около полутора миллионов будет. Зато вы видите результаты нашего труда. То есть это и современные витрины, которые позволяют увидеть памятники неискаженными и так замечательно освещенными благодаря музейному свету. После того, как вещи как бы обрели новое пространство в новых витринах, понимаете, под новыми стеклянными колпаками, защищающих их от пыли, вот, они как-то зажили. То есть воспринимаются они уже не просто как музейные экспонаты, а как самостоятельные сущности, которые живут в своем пространстве. Вот, они стали объемными. Деньги пошли не только на оформление экспозиции, в витринах таблички на двух языках и QR-коды для телефонов, но и на организацию целого фестиваля. Сотрудники Московской библиотеки имени Волошина дополнили выставку. Привезли гравюры 19 века, мумию сокола и старинные фолианты, посвященные Египту. Вот эта часть выставки, она на самом деле говорит о том, какой мир мог увидеть Отто фон Рихтер, когда путешествовал по Египту с целью закупки и собирания своей коллекции. Помимо всего прочего, мы привезли ряд уникальных книг, которые хранятся у нас в библиотеке. Самое раннее издание, которое мы сегодня привезли, это книга, изданная монахом Бернадом де Монфаконом. Она датируется 1719 годом. Это описание древности, которая хранилась при дворах французских королей. Выставка в таком формате будет открыта до февраля следующего года. Именно тогда заканчивается фестиваль. А пока воронежцы могут приобщиться к древнеегипетской культуре, посещая лекции и постановки, посвященные стране фараонов.